Здравствуйте, друзья, на связи Злой, и сегодня мы в очередной раз поговорим об лжи на телевидении в ютубе из государственных сми. Соловьев недавно опять отличился. Ребята, в своей гавнопередаче он видео из игры из армы выдал за реальные документальные съемки из Нагорного Карабаха, воздушно-наземный бой. Я вам сейчас дам возможность послушать кадры из Нагорного Карабаха, сейчас там неожиданно тихо, а те, которые нас смотрят, они сейчас увидят, это фрагменты, ну, не воздушного боя, а наземно-воздушного боя, когда пытаются сбить, судя всему, самолет. И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, это же ну прям как звездные войны какие-то, красота какая-то. Не понимаешь, что за каждому таким отправленным, это же человеческие жизни. И ты смотришь на это, и, в общем, на самом-то деле страшно. Ребята, вы не поверите, но уже когда начал монтировать ролик, отправил на обработку, я нашел исходник видео. Итак, в правом окне у нас прямой эфир от Соловьева, который показывает нам съемку с Нагорного Карабаха, как самолет обстреливает ПВО. В левом окне у нас какой-то китайский, я не знаю, или вьетнамский, или японский ютуб-канал, 57 тысяч подписчиков и ролик, который набрал миллион просмотров. А 10, видите, значит, я не ошибся с идентификацией самолета. Типа, работает Тантербом. Найдите, как говорится, 5 отличий. Звук я отключу везде, и здесь, и здесь. Это ютуб-канал чувачка какого-то. Это ютуб-канал Соловьева, который выдает игру, выдает игру за реальные события. Вы разницы видите, я как бы не наблюдаю. Это один и тот же ролик, то есть он украл еще и чужой ролик. То есть они даже не смогли сами записать картинку, воспользовавшись возможностями армы. Ну это просто жесть.